книга открытым оком тема объединения том 17 вопрос 3140 можно ли верить тому что говорят члены согласительной комиссии что дескать все остается также и никто ни за что из патриархии и никто ни на что из патриархии не посягает кто уже сегодня благоразумно не верит патриаршем сергианцам обманщиком отвечает Игнатий Тихонович Лапкин верить можно всему но цена этой веры не более нуля это решение собора о единой чаше поверьте есть только хитрая затравка за ней пойдут другие претензии и другие заседания алчность власти пределов не знает а то что сказал член какой-то то на него исцелаться неприлично его в счет как разовую пешку никто и не брал во внимание сначала мавр сделал свое дело если бы это слово было от неумирающего человека и потом бы ему за эти слова не исполняющиеся заливали бы олова раскаленная в глотку его детей с ним в один шатер гдафану столкнули о тут бы тут он бы свои слова дезавуировал бы в два счета в пепле и прахе раскаялся бы что лопотал незнамо что простите братья и сестры протоиерей александр лебедев цитата мы пояснило подводим как бы итоги прошедших 80 лет нашего существования за границей и готовимся к тому моменту когда русская церковь опять может быть единой кавычки закрыты русская церковь за границей окормляла беженцев и строила храмы во всем зарубежье некоторые люди цитата никак не могут отойти от прежних позиций времени противостояния не желают понять что сейчас наступило другое время время примирения и прекращения вражды по мнению отца александра цитата сейчас за границей большинство священнослужителей и мирян считают что необходимо влиться в процесс возрождения россии а для этого необходимо чтобы было церковное единство мы будем продолжать существовать так как мы сейчас существуем с полным самоуправлением то есть у нас будет свой архиерейский собор свой архиерейский сенат свои руководственные правила мы сохраним полный наш состав приходов в монастырии семинарии и епархий и во всех вопросах административных хозяйственных кадровых имущественных мы будем иметь полное самоуправление конец цитаты в настоящее время у рпцз есть примерно 400 приходов а число прихожан составляет от 40 тысяч до 100 тысяч верующих сообщил отец александр кавычки открываются это число кажется очень небольшим по сравнению с московской патриархии отметил он но надо учесть что рпцз существует в неправославных странах и ведет просвещение местного населения во всех местах где есть рпцз есть люди которые переходят в православие и в германии и во франции и в сша так на территории соединенных штатов где у рпцз примерно 200 приходов приблизительно 70 из них состоят главным образом из американцев и окормляются священниками американцами которые пришли в православие все наши большие приходы растут сильно выросли за последние годы наши школы и число верующих постоянно увеличивается главным образом это происходит за счет тех кто недавно выехали из россии цитата наибольшую неготовность к примирению выразили делегаты с украины от одесской епархии рпцз в числе которых и американский посол джон хербст однако и они в мирном духе царящим на соборе обсуждают этот вопрос с горячими сторонниками объединения перед началом собора некоторые эксперты отмечали что против воссоединения могут быть настроены не архиереи которым предстоит принимать окончательное решение по этому вопросу а именно значительная часть священников и мирян десятилетиями живших противостоянием москве и московскому патриархату однако судя по высказываниям делегатов эти опасения не оправдываются можно быть русским и оставаться православным и не принадлежать к московской патриархии говорит один из иерархов зарубежной церкви если бы мы сейчас объединились с москвой то мы предали бы наших братьев доверившихся нам это было бы актом самоупразднение нашей церкви иначе говоря самоубийством что же мы получили бы взамен решительно ничего если будет не одна а две независимых русских церкви то что в этом плохого 8 мая 2006 год сам франциско епископ гавриил утверждает что в отношении объединения патства за рубежом делится примерно на три части цитата меньшая часть наотрез отказывается от любого сближения не готова и не желает общения или объединения подчеркнул он оставшиеся две части состоят из тех кто желает объединения и готов к нему и тех кто не готов я не берусь сказать какой процент за и какой против мое личное мнение сложившееся после посещения многих епархий заключается в том что большая часть нашей пасты все-таки пока не готова к объединению а особенно какому-то подчинению московской патриархии как вариант возможно молитвенное общение при полном преодолении существующих проблем то есть мы останемся совершенно независимой автономной церковью которой мы были все эти годы но мы можем служить молиться в храмах московской патриархии а они у нас епископ гавриил считает что представители всех волн эмиграции все еще с большим опасением относятся как к российскому государству так и как им кажется к продолжающемуся сотрудничеству церкви с государством многие считают утверждает он что вред время для объединения еще не пришло понятно нельзя все измерить за год или два но после путча уже прошло 15 лет а в россии еще много советского русские эмигранты не могут понять почему ленин до сих пор лежит на красной площади почему его не захоронили и почему церковь об этом молчит епископ гавриил считает что собор созывается для обсуждения вопроса о нормализации отношений между двумя церквами для возможности высказать разные точки зрения по этому вопросу цитата даже если будет принято решение о том что мы пока не готовы к объединению это не означает что мы не желаем объединения русских православных церквей заявил он но мы должны убедить свою паству что есть признаки перемен что время для этого наступило 4 мая 2006 год нью-йорк преосвященный епископ таврический и одесский агафангел сказал что русская православная церковь московского патриархата и русская православная церковь за границей это институты устроенные по разному священно начале рпц мп продолжает исповедовать сергианство и экуминизм нельзя подчиниться такому руководству и не следует включать в резолюцию обещание что акт о каноническом общении будет принят преосвященный епископ манхэттенский гавриил сказал что архипастыри и пастыри рпцз должны прежде всего позаботиться о своей пастве и сделать все от себя зависящее чтобы избежать разделения он наполни напомнил что значительная часть паства и монашествующих считает что рпцз спешит с примирением марк цитата почему же мысль о сближении с церковью в россии вызывает у многих чад нашей церкви такое волнение и смущение главных причин здесь на наш взгляд всего две страх и недоверие страх перед переменами в нашей жизни которые тем не менее неизбежно наступят согласимся ли мы на сближение или же откажемся от него и недоверие к партнерам по переговорам многие просто не верят иерархам московской патриархии в советское время так или иначе сотрудничавшим с советской властью не верят что они станут соблюдать подписанные соглашения ведь в советское время подобные документы никогда не гарантировали соблюдение договоренностей многим просто не симпатичны те или иные личности в руководстве московской патриархии после перерыва высокопреосвященнейший митрополит лавр благословил огласить обращение сестер богородицы лестнинской обители во франции в обращении было высказано огорчение по поводу того что женское монашество не представлено на соборе и содержались просьбы не форсировать процесс примирения с рпц мп наша надежда только на бога что он сделает так как его святой воле угодно и он может разрушить замыслы фарисеев Иова 5.12 Он разрушает замыслы коварных и руки их не довершают предприятия Иезекиил 11.13 И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля? Нам говорят, что человек есть зверь Коварный, хитрый, страшно кровожадный И прежде чем довериться, семь раз отмерь Не оказаться бы к стене прижатым Из века в век во все тысячелетия проходят войны Человек звереет От горя матери в рыданиях ослепнут У каждого свое по силам бремя Так Бог устроил Не избыть нам бед Нас окружают наваждения, страсти Коттеджи и дворцы Могильный склеп Гнездится горе там И тысячи несчастей Когда душа к Иисусу обратится Оставит прежнее безбожное житье И склонится в раскаяние низко Лицо и грудь рыданиями зальет Родится свыше падшая душа Заблеет вместо воя и рычанья Из Библии в руках Начнешь дела свершать Какие даже и во сне не чаял Преобразить звериную натуру Репрессии не смогут Но только Иегова Без Бога колются И пьют, и курят Жрут человечину И забивают кровью Такими были многие из нас О чем и говорить прилюдно стыдно Терзала из подваль Любимейшая страсть И в пост вкушали явно не акриды Зверинец, а не дом Ушел давно на слом С тех пор, как повстречался с Иисусом Приютом странников Отныне стал садом На проповедь воздвигся прежний инок суслик Все лучшее от них к нам перешло От льва бесстрашие И от орла паренье Спасателем на море стал прежний кашалот Горсть сажи пачкающей превратилась в кремень 12 мая, 2006 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok